Здарова мужики, с вами Дрюм и пришло время ответить на некоторые ваши вопросы. Я сразу скажу, что в этом видео не будет никакого видеоряда, это просто подкаст, поэтому можете ставить его фоном и, например, играть в ваши любимые танки. Или в другую игру, не важно, что-то такое. Почему тут нет видеоряда? Ну, потому что я решил, что получится достаточно долго. А рендерить двухчасовое видео, в котором я всего лишь разговариваю, это не очень камильфо, я бы сказал. И поэтому давайте приступим непосредственно к вопросам и ответам на них. Начнем с вопроса Леонида Якубовича. Нет, вы серьезно? Леонид Якубович у меня что-то спрашивает. Значит, Леонид Якубович спрашивает, по словам Шторма, Маус отличный танк. Ты согласен с ЖДИМ? На самом деле он имел в виду с этим, но просто опечатался. Ну, во-первых, я хочу сыграть в две шкатулки, Леонид. Давайте начнем с этого. И приз я брать не буду. Деньги, пожалуйста. А продолжу тем, что Маус, возможно, и был когда-то отличным танком. До тех пор, пока не ввели, скажем так, Сребр и Галду. До тех пор, пока не появились ПТ-СТ с бешеным пробитием. И самое главное, все это меркнет. Все, вот честно, это меркнет по сравнению с тем, что Маус страдать от арты будет. Маус может себя более-менее комфортно чувствовать в бою, если в нем не более трех арт. Вот в этом случае Маус может где-то пригодиться. В любом другом случае Маус, ну просто не может себя проявить. Его просто арта пидорит, и он никуда от нее не может деться со своей максималкой. Ну просто никуда не денется. Его разрывает арта. Применение Мауса сейчас ограничено городскими картами. Единственное, что можно сделать на Маусе, это заехать на городскую карту, поставить обратный ромб и танковать. Все, это предел его возможности. Так как городских карт мало, видите ли, они там сервера грузят, все такое. Вот, поэтому Маус-танк сейчас бесполезный для команды, я бы сказал, практически. Единственное, в чем его плюс, если на карте есть Маус в вашей команде, то, скорее всего, арта будет фокусить его, а не вас. Вот, и пидорить все будут именно его, потому что все хотят ГРОЗУ МЫШЕЙ, МЕДАЛЬКУ, МЕДАЛЬКУ, ДАЙ МНЕ ГРОЗУ МЫШЕЙ. Вот. Так что Маусу можно выкатывать, только если вы на 100% уверены, что вы хотите получить пизды от всей команды противника разом. Вот, тем самым давая шанс своей собственной команде что-то сделать, куда-то прорваться, проехать и так далее. Вот, я думаю, что я ответил на вопрос Леонида Якубовича, вот. То есть, Маус сейчас вообще выпадает из концепции игры, вот. Совершенно неграбельный танк, я бы сказал. Так же, как и Е100 практически, но у Е100 все-таки есть Альфа в 700, вот. То есть, на нем еще можно как-то поиграть, но Маус нет, нет, нет. Совершенно не может никак. Далее. Сергей Егоров спрашивает, сильный ботхёрд доставляет арта? Ее нерфят по делу, и для разраба идут на поводу Алешек, которых ума не хватает, хотя чуть спрятаться. И что думаешь об арте 10 уровня? Ну, сильный ли ботхёрд доставляет арта? Ну, конечно, сильный, потому что сидит на арте обычно какой-нибудь, ну, такое животное, которое просто не хочет думать, потому что игра на всех остальных видах техники, даже тяжа, ну, тяжа самый простой вид техники, она включает немножечко мозг. А игра на арте, она элементарна. Там чистый автоматизм. Встал на позицию, свелся, выстрел, сменил позицию, свелся, выстрел, сменил позицию. Всё. Единственное, о чём можно подумать во время игры на арте, это о том, куда именно переезжать. А уж стрельба по целям, там, я не знаю, там, в стиле срокатон, в стиле папки жопа, это уже всё десятое дело. Арта, но и есть арта. Очень простой геймплейный класс. Вот. Я считаю, что арту нерфит по делу, и более того, надо нерфить её крайне жёстко. Почему? Потому что этот класс слишком много решает в игре. Открытая карта, пять арт с каждой стороны, и, в принципе, в принципе, выигрывает та команда, у которой арты больше настреляют. Я понимаю, что это бред, ну, должны как-то ещё тяжи играть, я думаю, там, средние танки, лёгкие. Ну, лёгкие танки вот светят, и арта стреляет, и всё, это победа. То есть, с остальным делать уже что-то, ну, и мелочь, добивать недобитков, которые еле-еле подъезжают, там, закритованные до базы, и всё. Я считаю, что такого быть не должно. Арта должна, конечно, казнить, если она очень хороша, но не настолько. Вот. Предел урона, я считаю, предел урона, это пушка Буратоса должна быть, 1850. Всё, фугасом. Сильнее орудия, это уже бред полный. Ну, они просто ваншотят, они просто рвут к хуям любой танк. Ну, это полный бред. Такие орудия против танков не применяются. Ну, ладно, я не буду сейчас муразорить и говорить то, что там, о, такие орудия бетонобойные, применяются против укреплений, не против танков. Я просто скажу то, что такого быть не должно. Это дикий дисбаланс. 5 арт решают бой. Не должно такого быть. В равной степени тяжи, ЛТ, СТ и арта должны решать бой. В идеале. Поэтому арту надо нерфить ещё жёстче. Она должна быть очень сложным классом. Во всяком случае, по сложности, таким же, как тяжи, СТ и все остальные. Как минимум. В данный момент арта, это очень простой класс. Ты просто сидишь в кустах, зажал левую кнопку, отправил там тысячу урона. Это бред. Такого быть не должно. Вот. И вот, опять же, у Алёшек, у которых мани хватает хоть чуть прятаться. Хоть ты прячься, хоть ты не прячься. Тебя арта настигнет. У меня есть батчат, на нём легче всего, конечно, избегать арты. А вот на всех остальных танках, даже на Т-62, арты избегать уже труднее. Хоть одна из пяти арт чисто случайно как-то заденет сплэшем, поставит на гуслю, ванзит шоссо, там же другие достреляют. Чисто случайно. Тут не нужен скилл. Как ты не уворачивайся, танк, это всё-таки не мушка. В него попасть легко. Даже если это маленький такой средний танк, или даже лёгкий танк. Вот. Всё равно. Это не то. Что думаю об арте 10 уровня? Я думаю, что арта 10 уровня это логичная идея, потому что, ну, все ветки до 10 уровня доведены. Надо и арту до 10 уровня доводить. Логика, ну, идеальная, я бы сказал. Вот. Опять же, я советую тем, у кого накоплен опыт на арте 8 уровня, решать. Либо сейчас докапливать кучу опыта и покупать за 3 миллиона арту 10, либо, как я, сделать, то есть, подождать чуть-чуть, за меньшее количество опыта взять 10 арту, и затем, собственно говоря, её купить за 6 миллионов. Ну, кому что легче, фармить опыт или кредит. Так что, арта 10, это хорошо. Тем более, что она будет ещё слабее, чем текущая восьмёрка, как я понимаю, потому что урору крупнокалиберных орудий говорили по нерфе чуть-чуть со временем. Ну, некуда им деваться, слишком много арт, слишком класс простой. Так что, ребят, не будьте тяжеблядками. Следующий вопрос от Вадима Гречихина. Любишь немцефилов? Если нет, то почему? Ну, на самом деле, мне насрать искренне на немцефилов, вот прям всем сердцем. Я не понимаю, что плохого в немцефиле, ну, возможно, я не знаю. Понятия не имею, почему немцефилы немцефилы, а савкофилы чем лучше? Немцефилы отличаются от любителей немецкой техники чем? Тем, что они, ну, как бы дебилы. И вот, как говорил серп, вот в чём всё дело. То есть немцефилы плачут, что им не дали нагибалку обычно. Вообще немецкая техника, она частично хуже другой, но не потому, что вот такой вот, так вот сложилось, а потому что, скажем так, у неё упор на броню, которая сейчас роляет очень слабо, вот, у неё упор на орудия точные, хотя толку от точных орудий, если практически все схватки, карты тысячи на тысячи метров, ну, максимум, ну, ребят, ну, точные орудия, ну, нафиг они нужны. Большинство стрельбы на ближнюю дистанцию, вот. Поэтому немецкие танки, ну, как сказать, они, конечно, в рандоме ещё могут как-то пригодиться, конечно, ни в какие роты, ГК никогда их брать не будут. Вот, в рандоме ещё, например, на Тигре можно потанковать на втором, ну, попробовать, то есть, ну, это до тех пор, пока кто-нибудь умный не додумается зарядить голду. Вот. Так что немецкие танки, это хорошие машины, ну, вот почему-то люди, которые на них играют, ожидают, видимо, что их Тиграм, которые были крайне медлительны, ну, достаточно медлительны, дадут там историческую скорость, пушку, пробитие, там, как в планах РНРБ влажных, там, Тигры стреляли лазерами, вот, наводились они благодаря инопланетным спутникам, там, к Скриптону прилетал Супермен, производил лазерную бомбёжку, ну, и всё такое. Они вот этого просят, немцефилы. Естественно, его этого никто не даёт, поэтому, ну, к немцефилам отношение такое. Ну, забавные людишки. Так, следующий вопрос от Кирилла Соловьёва. Какие у тебя любимые танки и почему они тебе нравятся? Это вопрос достаточно простой. Раньше мне нравились тяжи. Почему? Потому что на большой, сильный танк, я думал, всех одолеет. А потом я осознал, что нет. Всё-таки мои любимые танки это средние лёгкие танки, потому что на них можно тащить бой. Не на всех лёгких танках можно тащить бой, не на всех средних. Однако, я стараюсь выбирать для паркачки именно те ветки танков, которые позволяют практически в одиночку, вдвоём, втроём выиграть бой с командниками. Почему? Потому что, естественно, никто кроме вас бой не выиграет, команда всегда будет сосать. Ну, то есть, в 95% случаев команда ничего не сделает, если вы умрёте. Ну, глупая команда, потому что играют там люди ради удовольствия, но, с другой стороны, хочется иногда почувствовать себя тем, кто делает историю, тем, кто делает бой. Поэтому просто берётся средний танк, исполняешь на нём всё, что должна твоя команда сделать, то есть даёшь на среднем танке первичный подсвет. Потом начинаешь всех раздамаживать, потом проезжаешь за артой, её сносишь, потом возвращаешься на базу, сбиваешь захват. Так что вот так вот. Я бы сказал, идеальным средним танком, воплощением концепции среднего танка является Т-54. Вот Т-62 уже не то. Т-62 у него порт дамагерский, но вот Т-54 это именно идеальный танк, который может всё. Практически всё. Так что, тем, кто хочет получить танк, на котором можно выигрывать бои, Т-54. Нравится, почему эта техника? Ну, потому что она может всё, как я уже говорил, то есть она может делать любую работу на поле боя, стрелять издали, сблизи, закручивать, ДПМ у неё выше, чем у тяжа, скорее всего, в большинстве случаев, а это значит, что можно нагибать жёстко. Вот. Опять же, можно вернуться всю карту, сбить захват. Другие классы техники это часто не позволяют. Вот. Не все тяжи загоняются до 50-60 км в час. Поэтому всё-таки средние танки. Женя на умах спрашивает, в одном из блогов ты говорил, что у тебя были другие проекты. Вот. Я видел только несколько видео по Assassin's Creed и несколько музыков по Code Modern Warfare, где я, честно говоря, под охуел к нечеловеческой скорости, бла-бла-бла-бла-бла, где можно найти другие твои проекты. Ну, смотрите, раньше у меня на канале на Ютубе заражало всё, что я делал, но мне не давали партнёрку, пока я некоторые вещи не удалил, к сожалению. Это ещё касается насчёт вот этого видео. Многие спрашивали насчёт Клана Квау. У моего одного знакомого есть запись. Это, возможно, я ещё раз её опубликую. Вот. Так что не расстраивайтесь. Где можно найти другие твои проекты? Гуглиться и спокойно ютубиться по запросу ДРЗЖ. Вот. Также можно ютубить по запросу ДРЗЖ-код-4, ДРЗЖ-фокс, причём в слове фокс F0 XZ. Можно найти мои стримы по Калавдуте-4. Вот. Естественно, я стример всякие турниры, то есть Лана иногда получалось рестримить. Ну что, когда как, то есть Старладдер вместе с Грёмой стримили. Многим занимался я, ну вот, стримил кубки, всё остальное. Мне нравилось этим заниматься. Можно найти на ютубе всё это, если оно ещё осталось. Вот. Планируешь ли ты выпускать видео чаще? Хотя бы регулярно два-три раза в неделю. Ну, как сказать, ребята, у меня сейчас, например, курсовая, я не могу выпускать видео довольно часто. У меня, скажем так, высокий коэффициент занятости сейчас, я просто не могу уделить время и сделать видео хорошее, качественное. Вот. Поэтому видео выходят так, как они выходят, ничего не поделаешь. Если у меня будет там 10 тысяч подписчиков, 20 тысяч подписчиков, я буду жить за счёт подписчиков, тогда я буду фигачить видео хоть каждый день. При этом я буду сладеньким голосом лизать вам в жопу, как небезызвестный там, ну, вы знаете кто, да? Понимаете, о чём я? Вот такие вот ребята. Ну, почему-то многие, кстати, ведутся вот на это лицемерство, то, что якобы к зрителю хорошее отношение. Я не могу уважать человека, которого, я не знаю, заранее, то есть, ну, априори, ну, как можно вот взять и заставить себя кого-то уважать. Я считаю, что лицемерно, понимаете, то есть, ну, я хорошо отношусь к своим зрителям, но не все из них адекватны, я замечательно это осознаю и не вижу смысла за этим жопу только для того, чтобы увеличивать количество подписчиков, как делают некоторые товарищи. Вы же понимаете уже о ком я, да? Угу, угу, так. Далее Андрей Дюднев пишет, говорят и семь не тащат. Вопрос я здесь не увидел. Ну, хорошо, Андрей Дюднев, говорят так говорят. Вот, Дарья Сережа Толмачев, который Толси, вот, спрашивает, Дрю, а что ты дрочишь на планшете? Во-первых, я хочу сказать Сереже, что свой планшет я недавно разбил в щи, а знаете почему? Потому что, ребят, запомните, таскать планшет в туалет, чтобы там, когда Сереж почитать, это плохая идея. Кафельный пол и планшет, экран не сочетаются. Так вот, горилла глаз соснул. Вот такие дела. Вот, так что у меня теперь планшет с немножечко потреснутым экраном, ну, на полфедора, на полэкрана трещина. Вот, правда сенсор все еще работает, поэтому на планшете я читаю книжки, смотрю фильмы и играю в 3D-игры на Tegra 2. Так что для этого нужен планшет, чтобы взять планшет, взять женщину, лечь с ней в кровать, выпить вина и вместо того, чтобы смотреть кино, просто выкинуть планшет за кровать и начать заниматься бурным сексом. Вот так вот, Сереж. Макс Питковский спрашивает, как человек, который помнит тебя в Код 4, решил попробовать из твоих гайдов вот. Решил попробовать из твоих гайдов вот. Называет вопрос, что на твой взгляд лучше, если бы Код не умер? Код 4 или вот? Вопрос не имеет никакого смысла, потому что, ну, очевидно, что Код 4 умер, вот, а посему, в принципе, задавать такие вопросы, ну, я не знаю, ну, какой смысл. Код 4 умер, соответственно, я думаю, что вот лучше, потому что, ну, Код 4 все-таки умер. А как можно сравнивать живое и трупы? Если бы там у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой, ну, там все понятно. Далее Игорь Швецов спрашивает, Андрей, возможно, это глупый вопрос, но если Код оживет, вы вернетесь? Нет, не вернусь, потому что Код не оживет. Это опять неверно поставленный вопрос. Если до Кобы, то Код не может ожить, там нет финансовых влияний, вливаний, то есть, не может игра жить, пока в нее не вьют деньги. Там нет античита, там каждый пятый игрок читер, еще не бесплатных читов, там всяких самон-хакс, артифишл, зашкаливает за 10 тысяч. Только вру-кластере скачало около 3000 человек бесплатные хаки. То есть, ну, это пиздец. Это каждый пятый человек хакер с стопроцентной вероятностью. То есть, каждый пятый хакер, это значит, что команда из пяти человек состоит, а значит, в бою, в любом матче, как минимум, два хакера. Как вам такое? В эту игру играть невозможно просто, извините меня, но нет. Как тебе барабанщики, спрашивает Андрей Маркелов. Я считаю, что барабанщики это радость этой игры. Все дело в том, что на барабанщиках скилловые игроки гнут, вот, слабые игроки на барабанщиках сосут. Соответственно, это создает некое такое условие, при которых барабанщики становятся некой элитной техникой. То есть, элита на барабанщиках гнет. Мне нравятся барабанщики. У меня есть Т69, у меня прокачана ветка французских СТ, то есть, дебачата. Мне очень нравился 12Т, 1375, 90ик, мне очень нравился. Лоррейн, ну так себе, сарайчик. Ну вот, Батчат, это просто моя любимая машина. Уже первый же барабан отрабатывает ХП танков. Второй, третий барабан, это уже все. Это уже замечательно все, конечно. Вот, но танк потрясающий на самом деле. Батчат, но требует умения играть на французах, требует умения играть без брони. Вот что я хочу сказать. Достаточно сложный танк. То же самое касается всех барабанщиков. Я вот сейчас думаю над тем, прокачаю барабанный ФОЧ, кстати. Ну, к сожалению, ФОЧ единственный барабанщик в этой ветке, поэтому я вот думаю, есть ли смысл. Так что, к барабанщикам я отношусь позитивно, к сожалению, нубы не умеют на них играть, потому что это требует включения мозга, оценки, успею ли я зарядиться до того, успею ли я зарядиться после, успею ли я сделать КД сейчас, успею ли я потом, зарядиться сейчас или потом. Всяких трюков, например, там вот, все достаточно хорошо знают, сколько сатарядов у Батчата в барабане, у остальных, у Т-69, например, какие трюки можно применять? Выезжаешь на противника, стреляешь в него три раза и делаешь вид, что ты на КД. Он выезжает, вонзаешь в четвертый или наоборот, выстреливаешь два раза, уходишь на КД. Он думает, что у тебя еще пол барабана и поэтому не лезет. Так что, надо думать как-то, думать. Вот так вот. Далее, Тимофей Заник спрашивает, генерал Сосницкий еще будет просвещать нас о гениальных тактиках сливы? Ну, конечно, я буду. Так, генерал, 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 отойдите, отойдите. Назад в камеру, в камеру его, в камеру. Да, генерал будет вас просвещать, вот, просто сейчас генерал в отпуске и сломался еще планшет у генерала, поэтому достаточно тяжело ему будет записать видео, но он с этим справится, я думаю, потому что он бывалый воин, ему не впервые работать в сложных условиях. Далее, вопрос от Максима Грицки. Вопрос такой, Дрю, как ты себе представляешь свой канал через год или через два? Ну, через год мой канал будет называться Иисус, ну, просто, то есть, Иисус. Туда будут заходить люди и оставлять мне свои молитвы, вот, а я, используя свою олимпийскую божью силу, буду разрешать бытийные проблемы, такие как, например, я даже не знаю, ну, то есть, кризис нефтяной буду разрешать, урегулировать конфликты, ну, просто Иисус. У меня будет около 7 миллиардов подписчиков, я думаю, и 20 миллионов, нет, маловато. Ну, в общем, 20 миллионов уников в день, я думаю, было бы неплохо, но все-таки нет, побольше, побольше. Но если честно быть, я надеюсь на то, что у меня аудитория будет шириться, потому что я себя не пиарю, я не плачу деньги никаким дядям, не сосу писью Джовы, не сосу никого, вот это вот, как это обычно делается, я не работаю от обратного, как делали многие в свое время, то есть, там, обосри Мэдисона, кого-нибудь Хованского, и все, и ты получишь поле, нет, я так не работаю. Возможно, я когда-нибудь обмажусь говном, когда мне надоест всем этим заниматься, то есть, там, сниму на видео, как я голый, там, обмазанный говном, дрочу, там, 30 тысяч просмотров, меня зовут говно-дрю, и у меня будет 200 миллионов подписчиков на паблике, сразу там прям, все, лечу в небеса от популярности, почему-то мне обидно, что в России говноедство приветствуется, ну, то есть, ну, делаешь хрень полную, и у тебя подписчики, делаешь качественный контент, и тебе приходится очень долго над этим трудиться, ну, такова судьба, ничего не сделаешь. Василий Филипчук спрашивает, что надоумило тебе делать гайды по воду? Ну, что надоумило, все очень просто, все делают, ребята, и я просто посмотрел и понял, что делают большинство ребят говно, даже ваши любимые Амвэй, Джовы и все остальные, ну, Амвэй, ладно, он просто сладенько ведет себя со зрителем, Джов делает просто low quality контент, это низкокачественный контент, он может хоть сто раз играть в игру эту, отлично, может всех гнуть, но я буду утверждать, что у Джова нет харизмы, ну, просто нет харизмы, он ни о чем, ну, его просто неинтересно слушать, ну, что это такое? А, шо такое? О, жестко пацана забрал, о-ло-ло, бля-бля-бля-бля-бля-бля, ну, что это такое? Ну, ребят, ну, тут совершенно нет ни интеллекта, ни харизмы, просто парень мажор, и поплатил пиар, ну, я не знаю, как их еще объяснить, или же люди говноеды, это обидно, конечно, объяснение, ну, я честно не знаю, зачем они его смотрят, я понимаю посмотреть топовых игроков, которые, может быть, без харизмы, рассказывают вещи, о которых, ну, не все знают, это хорошо, ладно, можно, потому что, ну, топовый игрок, он что-то знает, неважно, харизматичен, он не харизматичен, но Джофф, это все-таки не супер-про игрок, вот, он не выигрывал ланов, насколько я знаю, поэтому, он нагибатель рандома, значит, от него требуется харизма, ее я не вижу, так что, вот такие дела, я увидел все это дерьмо, ну, то, что нет качественного контента, и понимаю, что я сделал бы не хуже, даже лучше, я начал делать, вот и все, все очень просто, где злой борщ, злой борщ стабильно делает одно видео в неделю, к сожалению, он запаривается за ставками для вас, ребята, вот, поэтому пускает их реже, он очень сильно парится за ставками, а в результате, вот, даже их никто не оценивает, почему-то, это на самом деле ирония такая, я уже злому борщу говорил, в чем дело, вот, возможно, он ко мне прислушается, и последний вопрос, как все-таки расшифровывается мой ник, ну, это, естественно, последний вопрос от Василия Клипчука, мой ник расшифровывается, как ZDrewZai, все дело в том, что у меня раньше был ник Drew, просто, вот, то есть просто D-R-E-W, потом пошла такая мода в Калавдуте, ставить к нику Zai, просто вот это вот, Z-G, вот, у меня был знакомый Asit, он был AsitZai, я подумал, решил поставить DrewZai, потом взял, просто убрал гласный из ника, получилось ZDrewZai, вот, DrZ-G, ну, можете просто меня дарил называть, Mark Lomov спрашивает, Drew, как ты считаешь, справедливый ли будет нерв ГВП в 0.86, когда ЭКД сделает 31 секунду, и точность 0.7, я считаю, что всю арту надо нервить, и ГВП, и все остальное, ну, конечно, подход к нерву неправильный, надо просто геймплей усложнять, ну, кто из разработчиков будет этим париться, ну, скажи, да никто, конечно, никто не будет вводить ручные, ручное задание углов наводки, никто этим не будет заниматься, у меня, я выдвигал предложение сделать следующим образом, то есть, если арта стреляет, вокруг нее, в некотором радиусе появляются такие на миникарте маленькие сейсмоволны, то есть, отлов арты по асейсмической активности, потому что, ну, арта, черт побери, землю сотрясает, это было в игре Блицкриг, и в этом ничего нового, я надеюсь, на эту фишку в игре Блицкриг никто патент не накладывал, но, к сожалению, всю эту херню отвергли, сказали нет, артаблятки так и будут однокнопочными, поэтому вот так вот, я считаю, что нерв любой арты справедлив, ну, кроме низкоуровневой, арты до пятого уровня, замечательно, к ним никаких претензий. Анденин же спрашивает, Т-34, Лев, С-6, что лучше? Однозначно, из всех трех обозначенных танков, лучший назвать трудно, но, в моем понимании, лучший Т-34, потому что у Т-34 есть какая-никакая броня башни, на этом танке при наличии скилла можно порвать, вот, ИС-6 у него, конечно, ДПМ высокий, но не уровень боев ниже, опыт на нем фармиться будет слабее, потому что, с десятками не постреляешься, стрельба по десяткам, это максимальный опыт, ну, с кредитами, возможно, все хорошо у ИС-6, но я бы сказал, что лучший из трех танков Т-34, будешь ли ты участвовать в КОТ-4, если они вообще будут, тебя все знают, помнят, что значит, будешь ли ты участвовать в КОТ-4, ну, я иногда на паблике бегаю, захожу, меня обычно банят, говорят, что я читер, ну, я не понимаю, что вы от меня хотите, ладно, поехали дальше, Руслан Хаймулдин спрашивает, привет, Дрю, интересует такой вопрос, имею леву, не хватает брони динамики, какой премтанк 8-го левела, еще можешь посоветовать, брони нет, ни у одного премтанка 8-го левела, кроме КВ-5, КВ-5 продается по акциям, но все знают про сисику КВ-5, то есть 100% игроков, пришел игрок в World of Tanks, его друг привел 99 год его рождения, и сразу ему друг такой, а, ёпта, ты знаешь одного танка КВ-5, тут зона пробития есть смешная, сиська называется, и эти два одноклассников двоем таки, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, так что я советую, если тебе хочется динамики, хочется мощного орудия, ты берешь ФЦМ-50Т, но это предусловие, что ты умеешь играть на средних танках, ФЦМ-50Т на данный момент, это моя неосуществимая пока что мечта, я хочу его, Очень сильно хочу Так что советую ФЦМчик Если тебе нужна броня башня То попробуй Т-34 Или ИС-6, но ИС-6 у него пробития совсем никакое Так что вот так Андрюха Калашников спрашивает Здорово, Дрю, вот недавно задумался О прокачке французской артиллерии Можешь про нее подробно рассказать в одном из своих интересных угарных видео Я не качал Французскую арту Но я знаю, что она из себя представляет Я на ней чуть-чуть покатался В свое время на тесте И хочу сказать вот что Французская арта штука быстрая Она слабая по урону Кроме последних То есть вот Лорин 155, 51 и Батчат Они достаточно мощные Вся остальная арта Ну я бы сказал не очень сильная Но зато она быстрее всех сводится Точнее всех и все остальное То есть арта по уровню комфорта Очень высокая, но дамаг у нее невысокий Естественно арта имбовая Особенно Батчат Батчат уже понерфили чуть-чуть Ждите нерфу всего остального Так что Если хочешь качать французскую арту Будь готов к тому, что ее понерфят А так арта комфортная Но я тебе не советую качать арту Потому что артаблятки Их никто не уважает Вот так вот Я лично не уважаю артаблятков Ну как можно играть на одной арте исключительно? Ну это глупость Ладно Денис Я не буду читать эту фамилию хорошо Просто сойдемся на том, что я не могу это прочитать Денис спрашивает Дрю, играют ли твои бывшие мейты по Код-4 в танке? Вообще либо с тобой Да, играют очень много Вот Я бы не сказал бывшие мейты Но знакомые с Код-4 Очень многие играют в танке У многих есть аккаунт как минимум Вот Всякие там Дрейны, Бончеры Которые Вайлды Все остальные ребята играют в танке Вот Плюс Ан, Этни Ну вы их не знаете, конечно Да их никто не знает Их собственные матери-то узнают Интересуешься ли ты Кодом по сей день или окончательно забил? Я не думаю, что есть смысл интересоваться Кодом Я иногда в него играю, но не более То есть, ну, интересоваться Ну что это значит? Турнирами, положением дел Я замечательно знаю, что в турнирах сейчас призовой максимум там 3000 рублей Положение дело такое, что все, все до единого нубы или читеры То есть, это два варианта Нуб или читер Все очень просто Вот Если не ошибаюсь, ты учишься на инженера В одном из первых видео на канале проскальзывал На кого конкретно? Я учусь на Я бы сказал, сетевого администратора Но я не знаю, насколько это верно Потому что Ну, вычислительные машины, комплекс системы сети Я могу заниматься еще и аппаратной частью Ну, вот, машин И, что самое интересное Я ничем из этого заниматься вообще теперь не хочу До учебы у меня как-то было желание Изучать что-то Но все дело в том, что Несмотря на достаточно высокий уровень нашего вуза Все равно нас не учат практики Ну, практически делать полезные вещи не учат То есть На лабах, как правило, всякая научная поебистика Вот Вместо того, чтобы научить нас, скажем так Брать Сеточку Ее настраивать Прокладывать Нас учат Ее теоретические части То есть, ну, как бы сказать Теоретика Такой подход Учебный Как бы объяснить-то поподробнее Ну, проще говоря Из нас делают Ебаных лабораторных крыс Которые будут изучать И теоретизировать знания И мне это не нравится совершенно Вот Поэтому Ну, то есть Нас научили, конечно К практической точки зрения То есть, работа с базой данных У нас все это было Программирование на трех языках Но Все равно Это не то Это не то, что я ожидал Вот честно И Вся система образования Сейчас, конечно Вот такая вот Вас будут учить тому Что в жизни потом вряд ли Пригодится Ну, процентов 10 Из того, что вы будете учить Пригодится Все остальное Просто шлак ненужный Вот Даже если вы будете работать В научной сфере Изучать Именно вот область техническую С точки зрения науки То есть Разработки Новые алгоритмы Вот Новые методы Все равно Все равно Вам это вряд ли пригодится Так что Вот так Я пошел на технаря Чтобы прокачать интеллект Все Вот серьезно Я пошел на технаря Чтобы вкачивать интеллект И знаете Да, это работает Особенно матан помогает Вот матан как Ебешь матанца Знаешь так вот Пару параграфов Теории функции Комплексную переменную И прям чувствуешь Как умнеть начинаешь На глазах Там прям вот Людей начинаешь Видеть насквозь Мир превращается Весь просто Вот В эту структуру Которую задумал Иисус Так что Учеба помогает Я бы сказал В какой-то степени Поэтому вот Я технарь Потому что Я хочу быть умным Я видел Чем занимаются Экономисты У нас в УЗИ У нас есть Отделение эконом Оно выпускает Лучших экономистов В Рязани Естественно Ну в Рязани Понимаете что это Вот Но лучших экономистов И они там Делят 200 на 2 Это пиздец Ну серьезно Я зашел там Формулы элементарнейшие Там поделить Сложить Это не то Чем я хочу заниматься Еще у нас Учат управленцев Ну это вообще полный бред Ну учить на управленца Есть вещи Которыми Вот как сказать Нельзя научиться От кого-то Это надо Самому понять Принять И Как-то обработать Самому Пропустить через себя Нельзя научиться Быть лидером Нельзя этому научиться Это бред Книги все Вот эти вот Дейл Корнеги Дейл Корнеги Еще тот ли зажег Не читайте его В России Это не работает То что писал Дейл Корнеги Не работает в России Не работает В Европе работает Может быть В России нет Поэтому Я хочу сказать Что ну как это Учиться на управленца Потом куда Приходишь в фирму Говоришь Здравствуйте вам директор Который не нужен Это бред Ребят Нет Поэтому только технарь Только технарь Кто хочет быть умным парнем Технарь Юристов сейчас до жопы Но все дело в том Что юридическое образование Можно получить и вторым Вот А техническое все-таки Требует гораздо больше времени Это уже проверено Самое сложное образование Медицинское Потом техническое Все остальное уже туда-сюда Вот Игорь Швецов спрашивает Еще один вопросик Скажите Вы интересуетесь тем Что происходит в сообществе Кода Ну это уже было В принципе я отвечал Нет Особо не интересуюсь Если да То каким вы увидите Таким же школьным Ну в смысле таким же школьным Сообщество Кода разложилось Там сейчас одни дегенераты Сидят Все Если человек считает Что он что-то может добиться В колобой 4 То он дегенерат Это очевидно Игра сдохла Там ничего нельзя добиться Можно только пофаниться Все Дмитрий Митин спрашивает Какой премтанк Ты считаешь оптимальным Для фарма кредитов Ну это уже Баян Я считаю оптимальным Для фарма кредитов Любой премтанк Который тебе нравится Вот На среде тяжа Я считаю лучшим Т-34 Вот Также ФЦМ-50Т Ну это такие Пол-СТ полутяжи Если тебе хочется Адовый Непробиваемый Сартакан То ты берешь Суперпершинг Вот Многие почему-то Хайд Суперпершинг Я не понимаю почему Обычный Средний танк Ну ладно Шучу Тяжелый танк С пушкой от среднего Ничего плохого Не вижу в этом танке Антон Пономарев спрашивает Какое у тебя отношение К серебро-голде Когда играешь На сверхбронированном танке Но с плохим орудием Думаешь что-то потанковать Тебя пробивает херня Снизу списка Во-первых В игре нет Сверхбронированных танков Вообще нет Даже без серебро-голды Пробивается маус Довольно легко Под калиберами Средних танков Десятого уровня Вот А отношение К серебро-голде У меня Замечательное Я согласен Это хорошая инновация Она уравнивает шансы Между Обычными игроками Которые пришли поиграть И донатерами Все очень просто То есть раньше Тот кто донатил Или получал Скажем так Голду Из каких-то источников Имел преимущество Теперь такого преимущества Нет Вот и все Все замечательно И у меня исключительно Положительное отношение К этому Тем более Сам часто люблю Пострелять голдой Вот И не вижу в этом Ничего плохого Совершенно Вообще Ничего плохого Какой вывод можно сделать Не играйте на сверхбронированных танках И все будет замечательно Александр Сосновский спрашивает Как ты относишься К картошкинским режимам Штурм в встречный бой Я считаю Что эти режимы Сложноваты Для паблика все-таки Сложноваты Но Все-таки народ осваивается И уже что-то умеет Какие-то задумки у них есть Чем больше они в это играют Тем лучше у них это получается Вот Хотя конечно Если честно Штурмовать Именно вот Не защищаться Штурмовать Всегда сложно Потому что Команда Если она будет Дрочить И не помогать В одиночку бой Выиграть крайне трудно В отличие от всяких Встречных боев Всего остального Там можно в одиночку Как-то разрулить Штурмануть в одиночку Не получится Так что Отношение К режимам Положительное Но Понятно Что они сложноваты Для интеллектуального большинства На кого учишься Учусь на инженера Я уже говорил Вот Системный администратор Или Аппаратник То есть Я могу заниматься Всякими микроконтроллерами И прочей Такой хренью Интимный вопрос На бордах сидишь Я не знаю Что такое борда Что такое борда Я Нет Не знаю о чем ты Какие-то там Чего ты говоришь Какой-то 2 часа Нет Не знаю Никаких Борд Вот Анатолий Гениев Спрашивает Вроде как Глупый вопрос Дрю Почему ты удалил Видео Вся правда Клане Ква Я удалил Это видео Потому что С ним Мне не давали Партнерку Возможно Когда-нибудь Он на канал Вернется Дрю Какой же Самый лучший Топовый СТ На выбор Выбирайте Т-62 Или Батчат Все дело в том Что Паттон Сарай Несмотря на обзор В рандоме Паттон может Использоваться Еще как-то В остальных Случаях Вряд ли А Батчат И Т-62 Танки универсальные Замечательные Сильные И по-своему Имбовые У Е-51 Плюс Это таран Все То есть Огромный сарай Разгоняется До 60 И таранит Других плюсов Е-50 Откровенно нет Ну вот Честно ФВ 4202 Это Скажем так Взяли Паттон Отняли у него 10 метров обзора И Сделали пушку Поточнее То есть Это тот же самый Паттон Чуть модель Поменяли Вот Китайский СТ Я еще не качал Возможно Китайский СТ-121 Станет для меня Откровением Вот такие Вот дела Возможно Я буду считать Его лучшим Потому что Альфа в 440 6.25 В минуту Это очень даже Аргумент Против оппонентов Правда Там УВНа нет Но ничего Я как-нибудь С этим справлюсь Посмотрим Вот Опять же Дмитрий Нагин Интересный вопрос Образовании Ну вот Ну тут ничего Нового Не скажу Вот инженер Четвертый курс Вот Доелся жениться Андрю Не являешься ли Внебрачным сыном Андрея Бочарова Ну конечно же Являюсь Вот Девит Блейд Девит Блейд Конечно являюсь Вот Не многие говорят Что у меня голос На Бочарика похож Ну не знаю Ну пусть так оно и будет Ярик Рыба Андрей Что будет после танков После танков Не знаю пока еще Танки еще не закончились Пока что я в них играю Пока будут танки Я думал еще на канал Выкладывать видео по другим играм тогда я боюсь меня зовут летсплеером пидорасом я зарабатываю деньги на вас я буду каждый день выкладывать ласплый по mancraft и 50-часовые потом забег parma 2 там в этот сами в dz 15-часовой и вы будете это смотреть причем я буду их делить на 7 частей чтобы побольше просмотров срубить как вам это засранцы до шучу если я буду выкладывать летсплей то это будут какие-то либо очень хорошие игры либо игры в которые вы не стали бы играть вот честным например мне очень нравится дисконер и почему-то нравится он не всем мне нравится bioshock infinite но в него играли все это конечно уже бессмысленно делать прямо летсплей но я бы очень хотел особенно потому что там есть снайперская винтовка bioshock infinite я играю с ней как будто я просто кейсер просто беру правое левое правое и вот этой комбинации выношу всех это классно вот если дальше больше играть в онлайн игры будут это шутер или мой рпг будет и той другой но танки это экшен рпг в мой рпг играть не буду никогда вот потому что знаю аддитивности мой рпг а вот в экшен рпг может и поиграю танки пока меня устраивают чем больше всего лишь предпочтение конечно шутером вот потому что шутерах помимо мозга нужна еще реакция в танках реакция не очень роляет вот подходим мужик концу осталось немного спрашивает андрей александр виноградов точнее какие проги юзаж для создания это фрагмую я не открою секрет если скажу что использую fraps sony vegas а для записи голоса я использую тимспик что самое смешное не аудишен ваш любимая тимспик вот другого внуки жив спрашивает у меня дмитрий антоненко нет кого в дути мертв причем и как программный продукт и как тебе спортивная дисциплина кого внуки живу только как для паблик баронов она еще жива можно играть на паблике или фа фан турниры не более марк лому спрашивает нормальный вопрос ну ладно друг как ты относишься к тому что корея хочет начать или будет наконец наконец-то наконец-то кто-то задал вопрос про политику ура ура корея хочет начать ядерную войну с америкой ну смотрите корея не может начать ядерную войну с америкой и на это у них пять причин первая причина им пизды сразу вставят то есть мгновенно во первых не могут не может корея начать ядерную войну сами да любую войну с америка ядерную не ядерную позиционную она соснет у меня нет шансов понимаешь в америке ядерный потенциал выше в америке больше солдат около трех миллионов армии насколько я помню вся на бой готова ее только перебросить надо и корейцем пиздец корейцы просто выпендриваются они просто показывают зубы знать как щенок показывают американцы я не думаю что нет но боятся они знают что делать так что корея может скалиться сколько хочет ядерной войны она не начнет если начнет будет весело будет после апокалипсис фоллаут я с удовольствием приму в этом участие если выжиму ну хотя не будем обманывать себя если начнется глобальная ядерная война мы все умрем а выживут какие-нибудь ублюдки которые насилуют лучших женщин бухают по клубам и все остальное вот ну вот такова судьба то есть дарвин соснул к сожалению так что я не думаю что корея начнет какие-то действия военные по отношению к сша а вот сша может начать по отношению к корее военные действия но тогда у сша проблемы будут и с ираном проблемы и скорее придется опять рекрутировать новых мясников и скажем так негров заряжающие же нужны в танках абрамс такие дела алмаз спрашивает у меня как думать что станет к россии к 2030 году ну как сказать если народ не поумнеет не поймет как устроена демократия что случится очень вряд ли хотя к 2030 году можете поймут люди вот то возможно возможно если перестанет люди избирать путина с криками о пучин наша единственная надежда не очень не ваш единственная надежда путин посредственный лидер страны с огромными ресурсами вот если люди просто поймут как работает демократия что такое настоящая демократия то возможно с россией все будет хорошо хоть если честно мне самому лично демократии не очень нравится демократия должна быть не такой потому что равно избирательное право для людей разных сословий разного интеллектуального скажем так уровня это совершенно неправильно идиотов надо лишать избирательного права а умным людям давать дополнительные голоса это мое личное мнение по каким критериям избирать умных людей и идиотов это уже можно подумать отдельно вот то есть отделять как-то слои общества и давать им разные права при голосовании я считаю что это было бы правильной демократии неправильной демократии когда бомж вася и академик коль имеют равное количество голосов вот это неправильно хотя откровенно говоря что я считаю что голоса никто не считает вот честно как это все то есть все кидают в урна бюллетени потом по телевизору показывают результаты мы естественно какие надо и все в это верят потому что у них нет выбора это неоспоримо никто не оспорит результаты выборов даже если он покажет что путина 95 процентов но все правда поймут что это пиздеж но никто ничего не предпримет в россии в россии так уж все устроено пока гром не грянет мужик не перекрестится вот часто очень оппозиционеры у меня еще спрашивают типа а ты такой оппозиционер пошли с нами на митинг хоть и митинги нужны господи если бы я был властных структурах и мы просто смотрел на этих митингов этих митингующих ну такие парни стоят с плакатами нереально думают до меня достучаться серьезно да пошли нахер пускай стоят и орут это забавно и не более ничего митингующие не добьются и митингами ну обратят внимание на свою проблему возможно но уже заставить ее решать никак не смогут единственный способ поменять власть это революция революция связана с убийствами если вы не готовы убить ради своей идеи значит вы не оппозиционер все очень просто все вот эти вот эти методы реформы это все замечательно но только когда власть у вас в руках когда у вас власть нет и вы видите что надо что-то в стране менять пришло время крови убийства мясо а так как народ у нас пассивный боится изменений боится терять то у нас этого в стране не будет у нас все только-только зажили стабильно а быдлу лишь бы жопу нагреть ему не интересна революция ему не интересна политическая деятельность он политический дифферентин вот такие вот дела так что если россия к 2040 году станет лучше только заслуга и население будет если в россии наступит полный пиздец и тотальтаризм путина то в этом тоже будет заслуга исключительно народу так что судьба россии зависит от ее население я считаю и последний вопрос от элитного алкоголя дрю снимаешь снимешь видео пародию джова я не знаю как можно снять видео пародию на джова для это достаточно просто мутериться вот с хохлядским говором и вообще мне есть межгайло жигайло к нему обращайтесь межгайло жигайло я думаю снимет пародию на джова когда-нибудь вот а я вот вряд ли и еще ответы на несколько вопросов которые мне очень часто сдают дрю поешь ли ты во взвод я пойду во взвод по нескольким причинам и первый из которых выявил борщ вот выявил борщ нет значит я наверное все таки не пойду с вами на взвод во вторых я играю взводы ну понятно своими знакомыми с друзьями вот как я могу сыграть вот взвод с вами во первых у меня будут какие-то мероприятия возможны на канале проходить по которым в результат которых победитель будет играть со мной во взводе если у него будет такое желание конечно во вторых вы можете мне забашлять и поиграть со мной взвод да и меркантильный ублюдок имейте с этим делом ничего не поделайте хочу купаться в лучах славы вот ну хотя бы хотя бы тысячу голды и все и вот я ваш вот почему именно так потому что мне часто пишут такое дно вот 47 процентов 48 и просят поднять им стату ну то есть это фактически приглашение вам взвод меня это просьба поднять стату стату просто так поднимать я не вижу смысла брать с собой такую тягость но и играть с ним это трудно учить кого-то играть за бесплатно тогда смотрите мой гайдов единственный способ научиться играть за бесплатно это кстати смотря мои гайды вы мне в каком-то какой-то мере оплачивать ему работу потому что там есть реклама правда это такие копейки вы даже себе не представляете вот серьезно не представлять это маленькие деньги тут гордиться нечем так что вот такие дела хотите вам взвод либо становитесь злым борщом либо чуть-чуть башляйте либо выигрывайте конкурсы которые будут проходить на странице в группе вконтакте и вот так вот собственно вот так же еще актуально вопрос когда будет новое видео чтобы не задавать такой вопрос вы просто берете и подписывайтесь на мой канал на ю тубе пожалуйста не задавайте вопрос когда быть нового видео она будет как только вот так сразу прям я не хочу уже отвечать на эти вопросы вот честно когда новое видео скоро подпишитесь на канал да люди спрашивают дру давно не было новых видео а видео вы вышло в этот день я говорю ты на канал не подписан нет да что ж ты блять такой тупой если ты на канал не подписан спрашивания когда новое видео ты считаешь что этими лично должен каждый раз когда мне видео выходит объявлять о смотри парень у меня вышло новое видео у меня таких как ты 2000 парень надо как-то с этим иметь дело так что подписывайтесь на канал не брезгуйте этим заведите себе аккаунт на youtube поверьте подписка на каналы замечательных людей это очень удобно я подписан буквально 20 каналов и мне все очень нравится это крайне удобная штука ну что ж я ответил на все вопросы на данный момент возможно еще когда-нибудь проведу такую акцию мероприятия вот с вами был дрем я вас люблю желаю всем позитивом как только смогу выпущу новое видео ну что ж подписывайтесь на канал ставьте лойс не забывайте вот я думаю вы все фоном режиме смотрелись видео перейдите на видео там у вас поставьте комментарий какой-то отпишите вот и в группу вконтакте вступаете ну что ж я вас люблю до встречи